Вот это гол! Просто красота! Игорь Николаевич, мы видим возвращение в состав Игоря Игоревича и Марка Марина, но не видим Богдана Книжкова и Сергея Гончарука. Что с отсутствующим? Сергей получил небольшой, скажем, отдых на одну игру. Богдана мы отпустили на неделю, потому что он провел и проводит феноменальную часть в этом сезоне, играет помного, поэтому необходимо ему просто перевести до коня и отдохнуть. Второе звено торпеда в защите Мэдисон Бау и 4-й Арсений Варлаков, 81-й в нападении Бобби Линч, 49-й Игорь Лорионов младший, 69-й и Никита Артамонов. 79-й. Поднимается передача и неточный пас, выход 2 в 1 от хозяев. Перевод, бросок! Выше ворот улетает шайба после попытки Максима Летунова. Упускает шикарный шанс, лучший бомбардир торпеда в этом сезоне. Седдиков на синюю, на Серикова. Сериков бросает, Седдиков, резкий перевод, бросок и гол! Белозеров открывает счет в этом матче, нефтехимик реализует большинство, ну а лучший бомбардир нижнеканской команды забрасывает свою 13-ю шайбу в большинстве в этом сезоне. Причем всего у него на счету 19 голов, из них 13 в большинстве. Настоящая машина по реализации лишнего. Не попадает Владимир Створ, Жукенов подобрал, снова Брюквену, и вот это было уже посерьезнее. Куск спасает свою команду. Шайба у торпеды, еще минута есть у хозяев на большинство, на то, чтобы сравнять счет. Силаев, Силаев по центру прорывается! И Загидулин спасает свою команду. Нефтехимик, видимо, решил показать какое-то знаменитое татарское гостеприимство. Там Хуско здорово сыграл, может быть, немного рисковал, но при этом риск оправдался. Ли в этом хаосе устоял на ногах, передача на пятак! Ух ты, Ли сегодня просто мастер какой-то борьбы и мастер, как бы так назвать, мастер стойкости, что ли. Торпеда на пятак, и с острого угла Линч не попадает в ворота. Попадает в каркас, по-моему, лишь на американец. И это был отличный момент. Да что один момент? Отличная атака от торпеда. И еще одна точка остается за ними, из чего тут же вырастает опасный момент. Наброс издалека, подстрелили игрока-нефтехимика хозяева, и требуется нам небольшой медицинский тайм-аут. Ой, в колено сбоку, это очень больно, очень неприятно. Полторы минуты до конца первого периода, вот как раз Корбит наточил кино. Корбит, классный, силовой, укладывает Виноградова на лед. Есть еще время на атаку, но нет, здесь все-таки выходит шайба из зоны Нижегородского торпеда. Звучит сирена, и мы подводим итоги первых 20 минут. Дмитрий, если, ну скажем так, заминусовать эту пропущенную шайбу, в целом так ли играет торпеда, как планировано? Ну, чуть надо прибавить, мне кажется, скорости, но так, мне кажется, мы играем хорошо. Если мы так же продолжим, голы к нам придут. Брюклин очень цепкий игрок, он это не раз демонстрировал. Но вот теперь надо ему и всем игрокам Нижнекамской команды возвращаться в оборону. Ну и снова там Белозеров на левом фланге. Бросок с острого угла, шайба подпрыгивает, высоко проходит относительно Белозерова. На сей раз по левому флангу разыгрывают гости, а вот теперь перевод направо. Оттуда бросок, на пятаке борьба и снова, снова настоящая куча мала, шайба не зафиксирована. Ди Белозеров не попадает в пустой угол. Ситуация была очень похожа на ту, из которой Белозеров забросил в первом периоде, но все-таки там была более осознанная комбинация. А здесь хороший шанс для уже торпеда. И бросок с неудобной руки от Артамонова. Передача на пятак, бросок за Гедулин, спасает свою команду. После выстрела Линча. И Линч опять мог забрасывать реальных моментов у Линча. Тут уже два, чтобы говорить про всю остальную команду. Фирстов на синюю. Обратно Фирстова. Бросок в касание. Подправление от Виноградова. И в щитки за Гедулин у шайба попала. И совсем скоро Белевич вернется. Да, Коваленко совершенно вовремя оказывается на площадке. Пошел в обыгрыж. И за Гедулин выставляет щиток. Не дает Коваленко себя переиграть. В полном составе играет торпеда. Они отбились. Это очень классно для команды. Вот это гол! Просто красота! Белевич сравнивает счет за 4 минуты до конца второго периода. Просто шикарная шайба. Настоящая красота. Фирстов увидел партнера за спину на пятак. И Белевич переигрывает за Гедулина. Очень красивый гол. Очень здорово разыграно. Здесь и передача шикарная. Ну и обыгрыш на пятаке. Кстати, от конька у Ракова на самом деле. Шайба на Крюкбелеючу скакнула. Ответ нижнекамской команды. Здесь не получается у них добраться до шайбы в чужой зоне. Хотя пытаются попрессинговать. И пройди передачу на Ди. Ой! А она проходит. И шайба влетает в ворота. Ди выводит свою команду вперед. Подставив клюшку на пятаке. Между шайбами 30 секунд приблизительно прошли. Всего лишь. И снова у нас впереди гости. Ну и тоже вот к вопросу о том, что момент за моментом. Игорь Лорионов-младший забрасывает. И снова счет становится равным. Полетели шайбы как из рога изобилия. Просто невероятная развязка второго периода. Но только у нас впереди еще целый игровой отрезок. И что в нем произойдет, я вообще уже не берусь предсказывать. Так, Велевич против Дергачева. На точке сбрасывания. Белозера протаскивает шайбу на пятак. В падении бросает. Куцка переигрывает своего соперника. И звучит сирена на эпическом моменте. Была предпосылка какая-то к этой безумной минуте, в течение которой три шайбы было заброшено. Да, честно сказать, нет, такое никогда не предугадаешь. Просто добавили импульс в игре, скажем так. Так получилось, думаю, и болячкам интереснее стало. И нам то, что мы забили, стало интереснее. Если мы пропустили, это, конечно, радует. Хотя этих возможностей было очень и очень много. Упускают шайбу торпедовцы в чужой зоне. И контратака нефтехимика. Бросок шайба. Выпрыгивает с пятака. Кускит. Клок. Перевод Брюквину на дальнюю куску спасает. Добивание шайба в воротах. 3-2. Нефтехимик выходит вперед. На последних секундах большинство все-таки отправляют волке шайбу за ленточку. Жукенов становится у нас автором взятия ворот. Принимает поздравления от партнеров Дмитрий. Но тоже про их связку с двух Дмитриев, Соколова и Жукенова, много сказано. Да и Брюквин с ними отлично смотрится в этой тройке. Бросок за Гедулин. Не зафиксировал. Добивание. Выше ворот пролетает шайба после попытки Орлова. Давненько мы такого не видели. Фирстов выдерживает паузу. Какая передача. Гол. Коваленко сравнивает счет. 3-3 за 5-26 до конца третьего периода. Эта игра слишком хороша, чтобы заканчиваться в пределах 60 минут. Я вот в паузе подумал о том, что с такой игрой хочется, чтобы сразу 20-минутные, наверное, овертаймы были. Гол Коваленко. Прекрасная шайба. Опять же, прекрасная передача. То же самое могу сказать про нефтехимик. Последняя атака в их исполнении в эти секунды. Но бросков не было, голов не было. А это значит, что при счете 3-3 отправляем команды в овертайм. От клюшки, лежащей на льду, шайба отпрыгивает. Подальше от линча. Ураков из-под защитника бросил. Бауи переправил шайбу в угол. Ураков подбирает. Ураков! Гол! Ураков приносит нефтехимику победу над своей бывшей командой. 4-3. Нижникам скликует торпеда. Разочарован торпеда, надо думать. Но все равно они также набирают достаточно важные для себя очки. 4-3. Кирилл Ураков сегодня зарабатывает 2 балла. Гол и результативная передача. И это было горячо. Так получается, Кирилл, что мы второй раз за эту игру с вами встречаемся. Давайте победные эмоции. Честно скажу, для меня было очень приятно сыграть против бывшей команды. Скажу честно, было для меня волнительно. Было много эмоций. Но я рад, что с ними справился. Удачно забил гол, отдал передачу. Помог команде выиграть. Проявили характер, мужество. Вратарь, конечно, сегодня здорово. И вошел в игру, и вовремя вручал. И, в принципе, сделали результат. Это самое главное. Кирилл красавец. Принес подарок нашему клубу. И привет передал торпедам. Молодчик. Неплохой триллер. Все равно нам есть куда добавлять. Было много ошибок. Я думаю, все все прекрасно понимают. Ураг, зверюга. Хороший гол. Но сегодня, если бы Зага нас не держал в игре, всю игру начиная с первого периода, все могло быть по-другому заслужено за год. Молодчик, мужики здорово сыграли. Давайте готовимся дальше.